успел ну чай я помнишь вообще чем закончилась на судмарине что-то но субмарина субмарина я все время путаю сила бицина или силу цилил цибин это между прочим сразу же можешь 18 плюс рисовать грибы пропаганды грибов помнишь вообще кто мы такое чему-то делаем я помню даже ты чувак из-под маяка так это это уже геймплей да геймплей я ловлю рыбу fishing simulator 2014 смущен я сейчас сделывать будешь на стамеске распилить циркуляркой рыбу тем не ваша дошла на причем здесь стамеска была я люблю лишь бы чё-то сказали были молоток я мастер шуруповет штаборез кстати у штабореза есть это забавное название другая точнее не забавная наоборот более официально как-то он не помню но штаборез меня всегда прикал как-то не в такт они крутятся ну слушай зато электричество дают кстати если эту хреновину ну сначала включаешь а потом вот ту шестеренку пропихиваешь она ломается и тебе нужно запасную пилишь да и оригинальных станок видишь я решил сократить мудоха не немножко вырезал момент мне нужно 8 досок поперечных и 2 продольных угадай для чего давай сделать только что но на самом деле сделать мост через вот эту пропасть упс не успех а потом его на станок ну хотелось бы но мы на самом деле с ним поступаем еще более цинично но этот парень нашли нас не любит как видишь мне нравится что все эти доски он носит с собой типичная квестовая черта не правда ли знаешь какой тут раздражающий момент сейчас вступает в силу все все раздражающе я в прошлой записи свою точку зрения в принципе озвучил не видишь чем дело тут скажем так некоторые события нужно еще ждать их появления то есть бегать туда-сюда лично в реальном времени все да в реальном времени только нифига не в реальном то есть как ну нужно подойти примерно где-то четыре раза из этой вот мизансценки мы узнаем что большой чувак любит рыбу и соответственно темный чувак дразнит в этой рыбы темный чувак а то есть он уже не не гордо просто темный чувак я стараюсь работать на собой понимаешь ты мог бы это оценить кстати еще ни одной шутки про негров уже какая там четвертая минута записи нет то есть ты все-таки хочешь чтобы закрыли твой канал я не хочу чтобы закрывали мой канал я хочу чтобы ты перестал мне вменять то что я шучу про негров если так подожди ну за шутки про негров не закроют канал да ну если только главой гугла не будет негр табум почему она уходя дают не тюже под гуглом под гуглом ютюжи разумные шлюха на ты заметил кстати как я просто взял рыбу повесил на крючочки потому что тоже ему нет подверлить вяленая рыбешка замечательно что еще можно сделать когда у тебя первостепенная задача спасти мужика и его ребенка из пива рыба да из другого измерения причем естественно а выпивка я пивка пошатаюсь вокруг мастерской это вот этот чувак сверху и и нам в теории нужно дождаться пока он туда доползет он это делает очень не спеша но он то сделал и пошел обратно мне нравится как он ходит у него видимо свой карман на оркестр с ним тестов на это как этот в грифинах помнишь работа с тюй да 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 ходить за толстяками с тубой какой-то я не такой толстый походу когда он упал он сказал 50 баксов с тебя лечит такой да что такое а ну вот видишь он уже отвлекся на рыбу и собственно мы валим это очень важный процесс сохранения запомнила решил сразу удалить но там есть лимит на количество сейвов поэтому все еще нужно удалять и переписывать сверху нельзя не ну можно там это проще удалить и написать новый сумер меньше лишних телодвижений кухня скорее кузня как ты вообще-то мог принять за кухню очаг у тебя часто на ковальне на кухне это разделочная доска разделочная доска на чтобы делать отбивные ясно ты батенька толкинист я смотрю вот и зажигалочка пригодилась а вот если бы ты ее с собой не взял да как не взял то господи вернулся бы обратно можно вернуться еще бы тут в любой момент можно вернуться обратно я тебе рассказывал железо плавишь и и но железу много и не надо особо это я тут так для атмосферы туплю на самом деле можно было доставать уже через пять секунд и каким образом вот это вот создает атмосферу сферу очигачу на огонь не любишь смотреть что ли сферу тех полутора слушателей которые нас сейчас слушают лево лет привет леша процент а кто еще на 5 лет я сейчас сукой сукаризны смотрю на александра и сферу если кто эти еще 0 5 слушателей я не знаю но может кто нибудь наберется статистика показывает не совершенно противоречивые результаты например то что у нас кто то в днепропетровске смотрят на мне кажется не вполне очевидно ну ладно а просто записываешь всякое древнее никому ненужное дерьмо моя жизнь запиши запи запиши какой-нибудь низкий мейнстримовый проект мэнстримовый проект хорошо чтобы телочки текли а чё ты предлагаешь что нужно сделать порно порно всегда увеличивает посмотрю порт телочки должны течь в этом праве в рамках проекта или смотря этот проект просто я не знаю много телочек которые прям тащились бы от порно мужское порно хорошо где найти кандидатов или мне или ты так себя склоняешь свою кандидатуру эти парочку сайтов парочку сайтов с контактами людей которые готовы этим заниматься или ты предлагаешь мне это купи продай использовать ресурсы использовать ресурсы дальше сайт нет но это же против 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 моих убеждений закроют канал закроют мой канал да так за гей порно не закроют нет а какой предел кстати говоря вот на ютюбе грубо что я должен сказать сейчас микрофон чтобы закрыли чтобы ты сейчас не сказал я это вырежу нет я вообще в целом хотя приблизительно чтобы понимать вот если тебе это нужно понимать да зачем мы сейчас записываем я все равно это вырежу никто не услышит никто не узнает мне ну мне просто хочется знать если какие-то ограничения на ютюбе в плане высказывания есть начни высказывать расистские взгляды взгляды выражающие недовольство каким-нибудь текущим правительством призывы к свержению власти оправдание нацизма то есть в принципе все на чем мы занимались в лес пленнике кейна и линча 2 и тебя не закрыли конечно как меня могут закрыть если там у всего лес пленника у первой части только из четырех вы из 6 6 просмотров причем наверное 6 из них это бот и ютюбе гугловский какой-нибудь который проверял на копирайт нет если бы тебя проверял бот на копирайт тебя бы уже забанил не летсплей никому не относятся стек с полу закрытыми глазами спустя рукава еще какая-нибудь фразу это тоже для атмосферы да совсем не для того чтобы заглянуть солюшин так какая задача в этом замке в этом замке форте я не побоюсь этого слова я не помню честно говоря то есть я в целом примерно что представляет а все вспомнил мне нужно найти деталь очередной для мега оружия а все то есть как грубо говоря игра строится на следующем тебе приходит и сообщение что все херово у профессора и ребенка ты направляешься туда буду узнаешь потом понимаешь что тебе нужно в потусторную планету и в другой мир туда попадаешь там узнаешь что тебе нужен пиздатый ствол подчеркиваю давай желаете собираешь запчасти да сейчас ты будешь обезьяну херачить да а че там за сверху болтается рыба да живущая рыба а че ты не стреляешь я честно говоря думаю а как пушку то направишь еб как бы тебе наверно просто это говорить но тут у меня уже как б четвертый час игры шел координаты забиваешь в пушку забил координат я в пушку туго и че ты делаешь пыж 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 ядро а это порох должен че порох да здесь пыш слишком охерительный тебе не кажется такой а где пыш тогда ну я думаю что не нужен он мне не на пыш нужен ну мне видишь тут стрелять на 20 метров в жопу в небо нормально в молоко почему бы нет класса монстру пофигу оказалось что нужно было эту штучечку приподнять а потом зафиксировать смотри как настоящая пушка заряжается порох ядро пыш может наоборот порох ядро пыш по порядку запихивается вначале с порохом это херовина потом ядро заталкивается потом пусть чтобы это все не выпадало при движении каком движении вообще я имею в целом там же в пушках не было такой хели там заряжается все через дуло старых пушек секральное по порядку тянется какое движение тут может быть я не могу понять не знаю вот на ведь так вот дуло опуститься вниз ядро выкатиться у тебя при таких раскладах с пыжом бы не ну как видишь у меня дуло не опустилась и вообще с дулом у меня все в порядке это нереалистично гребаное погружение в игру испорчено то есть ты как бы предъявляешь претензии к реализму в игре в которой мы только что застрелили гигантского монстра из пушки непонятно в каком форте непонятно в каком измерении это нормально но вот это такие мелочи создают когда с атмосферу а вот ну ладно хорошо я только сейчас обратил внимание что у тебя когда стрелочка переходит режим ожидания то получается дилда маяк получается маяк дилда светящийся получается светящийся маяк александр маяк дилда же сам ты нудилда а че что-то за пристрастие к фаллическим символом каждый раз когда кто-нибудь из живых людей встречается ты при любом моем вопросе что с ним можно сделать лишь нассать на него или нассать его в рот не бот вы сплэй ники ара ты постоянно это говорил когда он встречает его задрозно не было такого в каком первом с двумя микрофонами помнишь этот шутер нет шутерок который квест оказался потом помню да нет ни единого предмета в инвентаре потому что инвентаря не это смотри мы типа вот в этом вот сплей ники сделали отсылку на предыдущую запись чтобы люди посмотрят да 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 это называется мета понимаешь отсылки делаем к самим себе мета юмор правда не смешно еб здесь не нужно довести до кондиции датчики здесь ну вообще говоря там подзарядка такая автоматическая но здесь другую штуку нужно довести до кондиции которая немножко поломатая это я правильно говорю я просто цитирую звездные войны эпизод 1 вот все раздражается с этого персонажа фразы помнят почему это сражается я считал прикольными блана с походкой ниггера александр александр считает что джаджа бинкс отлично персонаж вообще говоря не ниггера чувака с ямайки но это не отменяет факт того что ниггер нет отменяет ладно вот видишь какая тут автоматическая подзарядка можешь смотреть на дел в это время вот на прикол в том что у это фигулины крыло сломано но и об этом должен был догадаться сам ну как вышел они не не хотят не хотят а почему ты не вылетел все-таки не ебнуться как следует воду потому что это все таки не такая игра сиера в которой нужно это сделать на каждом шагу я думаю что если бы это можно было сделать в исплении бы занял ну часов на на 10 где исследовал бы все возможные варианты смерти кстати о смертях ты мне помнишь как-то показывал игру где записаны там куча вариантов смерти где по ней ходит какой-то не совсем понял на ютюбе ты мне показывал несколько вариантов смерти и когда он там лезет на записано каждый каждый heart of darkness до сеть мы аркадка ведь сбоку да да ну чего вот где ее найти можно и и можно найти на old games да нет а ну да на old games.ru хороший сайт я там вчера нашел dark stone прекрасно придется это запикивать почему потому что реклама а youtube этого не пони не потерпит эта реклама извини меня нелегального скачивания игр я думаю что это сайт когда у него начнут бочку катить не обрадуется хотя и так все знают так все знают конечно а вот я не только выкладывают игры нелегально почему почему контакты до до сих пор не закрыли только вчера оттуда скачал последний альбом лентин парк потому что это самый популярный сайт в россии ну так зачем закрывать зачем чинить то что несловано ящик приколола я тут видел статью пару дней назад кто-то написал что-то по поводу дуализма нашего российского интернета что типа есть два направления в котором она у нас интернет развивается первое это контакт и все что с группы mail.ru принадлежит со всеми всеми этими смехуёчками чепухой репостами и абсолютным политическим радикализмом то есть всякие там группы абсолютно упоротых националистов можно найти и второе направление это вот мне понравилось это короче яндекс его инновационными концепциями развития такой это что яндекс группа яндекс-то да ух какой вклад мы уже изменился я последний раз яндекс зашел знаешь когда на 1 апреля а до этого не заходил туда пару лет и топ потому что мне сказали что там летний приуроченный к первому апреля это муха летает по экрану ее можно херачить тапком ну лишь как инновационная концепция развития александр они и второй раз то в этот же день туда залез яндекс карты посмотрите куда отнесли один небезызвестный полуостров к россии короче это вот такие вот дела представляешь у нас инновационные оказывается яндекс я туда захожу только почту проверить ну она у тебя почта на яндексе да мы должны будем бить друг друга лица у меня две почты на самом деле одна на мэйле другая на ямы святках как когда то есть так дуалистично тогда ты должен сам себе лицо бить да у меня понимаешь что меня разрывает внутренний конфликт а с учетом того что у меня почта только на мэйле соответственно мы с твоей половиной мэйла победим а еще что интересно вконтакте который принадлежит mail group как раз у меня ящик зарегистрирован очень через контакт яндексовский какие парадоксы кстати знаешь что я сейчас делаю координаты будешь не знаешь зачем я тут вообще нет ни зачем просто я полетел на птичке чтобы показать как она работает сюжетного обоснования сюда лететь не было никакого зато прикольно да зато можно полетать и еще раз включить портальчик и кстати ошибиться в настройках и придется его заново сейчас настраиваюсь но точнее там не настройки а просто с электричеством молясь и намудрил 100 у меня контактный ящик зарегистрирован от mail горячая почта причем я даже не помню пароль от этого ящика когда-то сто лет назад был один такой порно сайт зарубежных которым были вот ну один из первых плееров таких тип как на youtube овского стиле так порно ролики на том чтобы зарегистрироваться нужно было сделать в общем почтовый ящик сказать я зарегистрировал ящик моего на имя моего преподавателя пикантность ситуации в том что там этому мужчине уже за 60 лет тоже может быть нравится но на самом деле он похож на такого маленького пузатого рокера привет придется это запихивать надеюсь хоть у него со здоровьем все нормально прикольный мужик какой-то ужасный человек да прикольный мужик я все ящики делал на себя только да да все сколько все два штук десять наверно причем по совершенно разным по количеству порно сайтов которые ты регулярно посещаешь да нет хотя на порно лабе есть вы липун на хаб порно лаб порно хаб это просто этот там ролики но лаб это торрент который отпочковался а true trackers надо скачивать на не я не понимаю работает поэтому поэтому исключительно онлайн включил скачал но это блин возможно все запикивать в принципе один вас play веселый спонник должен представлять собой одно сплошное мы можем по нотам это разложить и билонию как он сыграет замечательно то есть и порнуху тоже собираешься все запикивать порнуху запикивать ну все что говорил про порнуху запикивать зарисовывать черный квадрат и тишина опять на подлодке да зачем я телепортировался на подлодку сейчас мы поедем ближе к финальной части игры на вулкан адрес ты все там проблему решил оружие сделал не оружие там еще одну часть мне нужно найти и ты этот увлекательный процесс кстати наблюдал когда вот в прошлый раз ко мне пришел перед записи вот это я последнюю часть уже по моему и искал оружие еще и вырезать да ненормально пусть будет цену качка вам там делаете все мысль пропала сфотографы значимы чем занимает думаешься не понимаешь вот эти все эти часа геймплей по моему мнению ты просто татишь время в пустую это говорит человек 250 с плюсом часов лет фото 2 да и который поставил свою задачу вечером когда вернется из гостей и пройти файл фэнтези 10 это идиотской цель идиотская задача отличная идея или меньше и ломаясь между даркстоуном и файл фэнтези 10 ну я прям даже не знаю из какого дерьма то выбрать прям такой выбор такой выбор все-таки это научился помпилиус фумерская группа и вообще русский рок это као учу-чу-чу-чу какой неплохой запрос подожди а почему про аниме еще не сказано ничего я только сейчас это обдумывал как подвести фразу про русский рок к аниме аниме говно кстати какое твое любимое аниме сэлэр мун а мне нравится детройт металл сити нет это же не я ну извините там нет конечно сцены трансформации да не на самом деле самые прикольные анимешки это мне нравились трансформеры виктори исключительно благодаря вступительной песни господи какой дерьмо ты смотри и этот и трансформеры мастер форс это тоже по моему японская тема вот потому что там были чуваки с браслетами и когда помощь там скрещивали руки и дальше пошло дело меня даже все серии на дивидии были записаны за дроты модуль митрии нет это первое поколение это еще я из полнометражки по моему да из полнометраж зачем мне 86 года если не ошибаюсь или 89 не помню что ты нашел себя родственную душу вот это кстати говоря даже даже не рядом не аниме потому что это обычный мультик ну так чё ты мне голову то морочишь я про не это первое поколение мастер форс виктори это уже анимешка какой два левая аниме наверно хелсинг все-таки хелсинг первый который был да который нормальный мне нравилось там да когда они вместо банальной перестрелки устраивали словесную баталию сначала пообсирают друг друга пять минут потом минуту расстреливают друг друга из решетили от них уже осталось там только кусочек сфинктера и кусочек глаза там и язык что-то было почет и при этом они все равно друг друга обсирают и этот и мне нравился еще охотник на вампиров di вот не смотрелся причем я посмотрел уже после того как пришел игру на плойке которая была он вот это такая же штука была в dead space можно даже сказать что еще такая была из стыли конце не это стыдно из челепашек ниндзя технодром нет там не технодром а вот у технодрома были такие херовины которые были выезжали там и шредерный катался вместе с бибопом и лег среди пим мобиль шредера но еще это было в лего рак рейдерс которые копались подземелья не точно точно такая же хрень и сейчас даже покажу прямо сейчас ты создаешь шум и на запись все все равно последние два часа на экране ничего существенного не происходит по это полный набор но когда-то он был полный но сейчас разумеется только остатки было в лекаре но вот этот бур очень напоминает мне кажется наоборот да да замечательно даже тизер можно раскрыть посмотреть самое нормальное это лего систем было ну собственно это лего системы и лего техник были он был неплохо техник к этому нет не он был такой конечно не не дружественный чуваки к этим чувакам который заново начинали ли ясно но он будет прикольно можно было всякий вандервафт собирать у меня еще помню были мегалок блик брик все это за хренью китайские поделки не у меня ты специально решил шумы создать да да я решил лего пособирать чем еще заняться то правильно на экране никакой движухи нормально нету экшона не хватает знаешь что делали в лего муви просто самый убийственный спойлер к фильму давай скажи я не смотрел фильм клеили фигурки супер клеем я просто я такое варварство когда увидел меня сердце ёкнуло реально это это реально очень злобный план сейчас и вожди эти тоже конец концовку расскажу давай дабы быть давай еще глава к такому фильму который не смотрел и мне не насрать будет так это тяжело знаете ты не смотрел да ну судя по тому что ты мне показывал до просмотра этого же угрожа жизнеутверждающего ролика тебе наверняка фильм бы понравился как он называется так господи ну давай а люди да лёгок на своем мире спойлер алярт лёгок на помине как английский это фильм с галиком бульдогом хэрламовым и кристина и амурса нет не спойлери мне этот фильм или одноклассники руна кликаю удачу ты чудовище а не ну это одноклассники руна кликаю удачу ты возможно знаешь чем концовка потому что возможно ты смотрел обзор будет комедия я не смотрел обзор бэд комедия мне насрать на обзоры бэд комедия я считаю что он унылый обзор и он сам унылое говно ой я хотел сказать что он унылое говно итак чем же закончится фильм лёгок на помине говори еще с интонациями бэд комедия чтобы это было почему почему существует этот фильм иначе нет нытье на полчаса давайте бойкотировать они не считают назовем короче там когда горько там и да у него там батхёрт случился на на полчаса вообще бедолага такое ощущение что фильм горько убил его отца изнасиловал его мать фильм же говно фильм петля времени по моему еще больше говно но большинство людей со мной не согласны да кстати 10 звездочек носить и линке не нужно кино захрустишь то что носить и линке в основном всякие шкалоебы сидят это понятно поэтому там 10 звездочек ради грамм всех кстати говоря по это же я просто не понимаю что на к не происходит поэтому говорю на отключенные темы да ничего страшного это как бы будни работника ржд вот и соответственно там такие великолепные шедевры собирают 10 звездочек а например афера по-американски по моему 6 что ли где-то так это наверно потому что фамилия кристиана бэйла в титрах кстати ты в не посмотрел может не я не досмотрел потому что я тупо уснул видимо хороший фильм 10 из 10 отличная слотворная я я не знаю пока какой фильм просто я его начал смотреть не часа мне на работу на следующий на следующий день вот поэтому отвернулся и уснул а так там кристиан бэйл блин жирный как свинья просто кстати и брелли купер тоже неплохо ты знали долбал уже сын ли я думал что ты мне сейчас начнешь историю как вместо подсосных подсосными ты мне рассказал что да отличный фильм я хорошо уснул какой фильм с гослингом вместо подсосных я вы не смогли я походу на стране ты мне говорил я его начал смотреть и уснул сразу вот я про это и говорю я вот так и не стал смотреть так же как и драйв драйв кстати мог бы посмотреть в конце концов хотлайн майами чисто из драйва визуальную штуку черпали тут тоже восемь битый вид сверху да как это так это так ты думаешь ты многое не знаешь об этом фильме это это так завлекает как он называется как в этом в пляже помнишь эпизодик в пляже где дикаприо бегает по джунглям как в компьютерной игре это это я сейчас страшную вещь скажу я не знаю вообще я не смотрел я смотрел где-то минут 20 пляжа но вот собственно это ты наверно смотрел худшие 20 минут этого фильма ну наверное я по телеку просто видел улыбками и все так как я слышал не очень лестные отзывы про пляж нормальный фильм там как ее зовут то еще помопом китильда свинтон играет вам этого не видно но код сейчас злобно смотрит на александра он ненавидит ну я гость у меня не может все логично ну да ладно окошку покормить еще там движение вообще никакого не вижу в игре но это видишь мне кажется эти парни действует согласно заветам маркетологов самые увлекательные части запихали в начало и причем что увлекательные ты сам понимаешь что это я так вот что-то хочет он хочет сказать что я пиздобол и увлекательность этих частей под серьезным сомнением но самое дерьмо запихали в конец самую унылую часть вот лабиринты такое ощущение что знаешь как раньше в аркадах всегда была такая хрень как уровень в канализации ну да а вот а вот квестах всегда есть лабиринт и это сейчас сейчас я кончу вспомню интересный лабиринт давай галлипоттеры кубок огня на отлично а помнишь игру гэг замечательный совместили и лабиринт и уровень канализации помню помню особенно момент с рогаткой это просто было был апогей но здесь даже такой движухи нет хочу заметить да да а зачем тебе компас и вообще чем-то занимаешься чем я знаю я думаю что делать то есть ты солюшин читаешь в это время двигаешь нет я не читаю солюшина в это время двигай мышкой я прощупываю предмет я щелкал мышкой в это время в итоге ты решил это позвать тупиком да потому что это тупик это чтобы тут дальше продвинулся нужно жопой приехать этим броневиком потому что у него есть что-то типа крюка лебедки так которые можно зацепиться за основание моста и там опустить его то есть там специальный рычажок есть об этом конечно догадаться визуально достаточно сложно вот достаточно сложно я понимаю никак пока же ту детстве проходил я говорю что я вот на этой части я застрял на совсем то есть ты не прошел эту игру еще ни разу в детстве в детстве ни разу еще ни разу в детстве я и не прошел слабак возможно я вернусь обратно во времени подскажу с прошлому себе как это сделать но нет я посмотрел бы как ты дошел до вулкана для начала но я в такое говно не играл я играл в хуяна интеллектуальная игра как резиденции нет у меня пиа первые игры на плойке которые у меня были это были дюк нюкем 3d полегче а потом появились квейк 2 и медалу фонар 2 это мои первые игры на playstation плаву статьем а до playstation у меня был на ноутбуке doom и сексоник арканой такое надеюсь мнение арканой это где вот есть поле где нужно это 6 чего-то там делать отсекать эти части чтобы закрашивать вас картинка и не помню как эти игры называется логические и миром никакой логики нет и там просто нужно быстро это все делать чтобы тебя шарики которые летают там не зацепили на по кусочкам отсекать чтобы у тебя картинка лесную но все равно звучит достаточно близко к анальному порно вот и там картинки были с обнаженными тетками а вот она почему название так надо именно поэтому ну то есть как бы игра хорошая была да я понравился у меня одна из первых эротических игр было на каком-то из сборников там чё-то какая-то чушь типа квеста такой очень дерьмового он был почти полностью текстовый как рандеву с незнакомкой помнишь такую вот хрень нет я не играл короче и компьютер у меня появился только 2004 году так вот это был наверное год 90 ну может седьмой максимум там была такая гру лина короче так шапали 97 года такие от силы было от 9 ну то никто не контролировал содержимое компактами так что этот ты чертов дочь ты никто не дрочил господи я просто смотрю прикол вот вот короче это там было я точно помню что там нужно как будто спиздить то ли бутылку молока у молочника то ли какую-то хрень такое заходить к телке домой с этим бутылкой молока я где-то я на old games кстати видел даже но честно говоря не запомнил они там кстати такие хенджи на этом old games все что там сиськами это практически стопроцентно туда не попадет точнее они выложат и начнется срач на 20 страниц потому что там есть один такой модератор который так ощущение что то ли вечный девственник то ли ну там не будут не политкорректные выражать мысли как бы на ты меня гомик я этого не говорил нет я на самом деле другой хотел сказать ну педик нет я вообще в другую сферу короче видимо не при делах совершенно не даже не анонист такое ощущение что знаешь на из белых рыцарей что типа фиськи фу это грязно вот и короче начинается священник короче выложить какую-то такую игру и начинается просто срочно 20 страниц на формах всех там забанят и и самое печальное да что он один из модераторов и как бы начинает всех банить и в чем по ходу это неадекуло ты там движение будет как-нибудь где дальше че не видишь я на дрезине катаюсь вон кот у меня тут прыгает по комнате то есть ты все еще пытаешься развернуться на попробуйте развернись на это хренович я радует что она практически без инерционная магическая тренинг тормозит мгновенно на лельсах с отличным сцеплением симулятор плацката я уже говорил это half-life симулятор half-life а но кстати да один и тот же издатель сиера может быть у них знаешь в контракте было прописано что в вашей игре обязательно должны быть унылые покатушки над резине или чем-нибудь подобно просто у них там стояла видимо на резину у продюсер над резиной у продюсера а вот это сейчас будет это захватывающая часть с вентилями да нет я могу еще поворачивать наш состав я ищу поворот в чем наш герой также молчаливка годом флимон хотел морган флимон назвать на пунктах как и в полном приемах и до графика реки пришел сюда в эти книги арает потом сам уже уже было как звали дюдю дюпон как этого как он фильм побега шевушенка как еще а я не помню дефрейм рэнди дефрейм он как-то тогда что он пришел в эту терьмо совершенно не подготовленный да 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 слушай сколько ты помнишь еще моргана фримена в теории молодым вообще нет я тоже я сколько себя помню как капитан пикард вот в одном возрасте находится на этот патрик стюарт вот в побеге из шоушенка его первый раз увидел он там уже был мне казался сморщенным старичком чем фильм это 92 или кутом год но сейчас уже блин 2014 морган фриман все такой же старичок у него просто повеснушки прибавляется после каждого фильма а еще отличный рассказчик кстати в этом в лего-муви морган фриман там на роли волшебник я видел и не знаю видел ты или нет что у него в руке было в роли посоха я фильм не смотрел ну трейлер если видел трейлер я давно смотрел так вот у него в руке вместо посоха короче палочка чупа-чупса и наконечник там кусочек чупа-чупса отколоты я когда смотрел пол фильма так и не помню минут двадцать такой смотри вот только сижу и настя нога у тебя что палочка чупа-чупса в руках по отзывам я смотрел хороший фильм да отличный фильм я просто ссался очень легарный рекомендую это этот ублюдок когда назвал в прошлом те в прошлом ролике негр я не называл его негром ты называл его ниггером не надо путать одно с другим ниггер от названия страны в африке разумеется неблагополучная экономическая ситуация в этой стране поэтому я назвал его ниггером потому что он создаёт динамит репута динамит в этом лежал в этой кибитке ну в общем бабахчу спецэффект спецэффекты физика разрушаемость хривок физикс энджин хавок хавок у тебя это когда жара пожрать пошел хавок ну тоже для атмосферы лишил потормозили на засал его понимать pvp или засал а сейчас смотрел как нам вышло тэлборов скроллс онлайн но два с половиной рубля купить эту игру и 500 рублей на месяц подписочек но я могу сказать одно пустота а 3 к саля нужно дальше поедать месяц тот 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 пол 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 полом нет это как вообще даже делали за этот спос настоящий нет не obsidian obsidian делали fallout new вегас и этот бетеста сама вот они отношения как меня последствий на имеют к elder scrolls онлайн а кто делал вот я не помню какая-то там онлайн сразу запикать не забудь потому что копирайт да мне насрать мне насрать мне насрать и всегда насрать кстати эпичненько да отличная тема и единственное что мне понравилось sky да тема из моровинда не даже похожая была тема это одна и та же тема просто из моровинда дернули в пятую часть и перепели хоралом было оркестром стало хором отлично спасибо а в четвертой части я даже не помню например какая там тема была я не помню как четвертая часть называлась обливи он ты чё облах я видел только моровинд ну именно в живую на экране монитора и skyrim на телевизоре иксбокса телевизор иксбокса окей слушай вот знаешь мне кажется что вся эта тема с онлайновыми играми такое ощущение ну что платная подписка и проще такое ощущение что они ошиблись временем немножко времена ультима онлайн это конечно нормально было я чё я чё мы говорю блин сейчас большая часть народа как-то привыкла играть купил игру а ну хоть и те же самые call of duty и battlefield там же тоже какой-то надо сезон пас покупать не знаю как насчет этого я не не фанат честно говоря не знаю насчет системы но вот меня и что интересно и самая нормальная схема free-to-play говно схема на самом деле потому что пол полнится рекламой вот если купил один раз и без подписки да как тот же guild wars например или left for dead или left for dead но там немножко другой жанр там все-таки не онлайн а сражение вот ну было бы интереснее конечно или как world of tanks те же сами я не знаю не играл и не горючила или war thunder war thunder военный гром вот там можно и платить и не платить рекламы нет можно еще самый главный выбор который мне нравится можно играть а можно не играть этот в а потом мне надоело на мой ящик стал присылать постоянно этот варгейминг разные новости что там какие-то очередные призма за 42-го года определил спам товарищи сталины молнии совершенно секрет застрялись во времена второй мировой ибо в танки я давненько не играл кстати я тоже давненько не играл никогда я раньше играл в 2010 господи куда выше умри еще тогда ведь были помимо world of tanks была какая-то хрень типа танки онлайн какая-то тоже с ранимой до сих пор существует это браузер не знаю но прикол в том что у меня когда я работал в охранке как раз не то 10 и 11 год там у меня граждане охранники сидели и всю ночь резались вот в это говно и там в меню были очень характерные звуки со звоном гильз которые мне поскольку работаешь 24 часа эти звуки впечатываются в память только так вот ты все еще пытаешься развернуться параллельная парковка и разворот были не самым сильным местом при сдаче на право да и на рельсах это знаешь не сейчас я немножко другие манипуляции уже провожу но честно говоря я уже сбился но в этот момент меня посещает мысль почему нельзя выйти из ними идти по рельсу потому что то 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 всем насрать всем насрать не попадаешь вот можешь повторить нас насрать мне насрать мне насрать в ноты попадать блин ты просто нереальный скучно теперь ты понял почему игру на этом месте просто бросил хотя на других местах хотя там тоже достаточно скучно было много это когда движуха была да и вообще квеста так себе жанр отличный вброс давай продолжать продолжай да мне почему вброс это сугубо мое личное мнение поэтому уже двадцатый летсплейник квеста записывают ты отобрал у меня паспорт и вынуждаешь меня этим заниматься на самом деле так и есть александр сейчас сидит привязанный к стулу параллельно и все смотрит паршивая старая аниме трансформеров как там сказали не паршивая нормально уже привык видите а еще прикольные анимешки эти которые полнометражные и я умею имеют зайки не обои творческих счет не стал с прикольный рыбка пони улучшить а хочется забавную вещь я собственно ни один по моему фильме азаки так и не посмотрел несчёные близоками ничего я как то начну с реальными холла начинал смотреть только пока росла я вот я вовсе не смотрел я смотрел эти нет ничего из этого не смотрят это ты причем в этом в замке холла на английском озвучил кристенбэй он как это озвучил так же как и на съемках терминатор 4 помнишь фишка то это не очень немножко начинка и вот это очень улучшить вот этот пункт в общем такая весельчак что ты ждешь от терминатора 5 сморщенного армии а причем как это обоснование почему он будет играть терминатор потому что органика там сойдет что он стареет отлично такого старого пердуна короче просто блять что вы курите вообще голливуд оставьте дедушку в покое терминатор можно было заканчивать девяносто четвертом да вышел или дед 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 это это удивление нет просто многим четвертое тактику не знаю я четверто так и не досмотрел после перестрелки на стоянке как бы вот я собственно находился в кино поэтому я вынужден доспать на заправку я был вынужден досмотреть его я перемотал только на известно какой момент появление кого собственно поморщился и выключил так а да отличный момент а и грёбаный дэни элфман кстати который писал музыку к этому фильму испуганил основную тему грёбаный дэни элфман он оставил только этот удары вот это основную тему он почему то не вставил он мог бы сам песенку спеть он как он это в особо опасном сделал кстати ребенок зомби да отличное начало ну это ребенок или это робот это ребенок киборг кстати говоря как видите зомби вот эта сцена больше всего напрягла в резиденте во втором фильме в школе где там дети зомби бегали еще больше напрягла конечно сцена в рассвете мертвецов снайдеровском где родили ребенка зомби это было забавно да то есть как бы так никто еще не опускался я в общем посмотрел на ребенка зомби и сказал да ну вас нахрен пацаны я домой на самом деле я бы так уже и сделал давно давно я бы то я и я бы так сделал когда зашел вот эту портал и вышел обратно и побежал да ну я в портал просто не полез то есть увидел это ниггера да подчеркнул на который ребенка утащил и такой да подумал и на этом наше знакомство с этой семьей заканчивается максимум в полицию тут такая тема как бы а хотя нет в полицию меня бы закрыли тогда в дурку я уже книги писал можно книгу написать об этом вот причем прорасист прорасизм какой нибудь назвать ее там 12 лет лапства например 12 лет порталства не лапства только наоборот ниггер ниггер захватил белого и удерживал его в своем в своем мире знаешь то есть это именно то что и происходит в данном мире то есть не смотри как бы получается и тут такая абстракция небольшая то есть он держит его в своем мире который нам белым людям не понять а это гетто это гарлем это это слушай а на самом деле я смотрю что от гарлема то в принципе и не отличить если прищурится вполне себе гарлем трамвайный только деревьев не хватает какие деревья в гарлеме чувак тут дерьмо повсюду ты видишь стены дерьма нет деревья нужны аааа все понял 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 да 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 ты понял да хорошо не будем спойлерить пускай люди напрягут как бы единственную извилину зачем это нужно зачем деревья в гарлеме зачем напрягать извилину мне эти покатушки вообще никак просто не надо знаешь что то не мешало бы чтоб была магнитола в которой можно было включить кантри так и как в этом как в чипе дейли уровень чипе дейли где помнишь где ну там не это а там тоже тележки есть но это порт по моему если не ошибаюсь а не шарты или шарты первая или вторая часть вторая слушай для меня есть только один чипы дейл чипы дейл 2 а полегче может и батал тост для тебя только энд дабл дрэгон нет да батал тост как раз первый мне больше нравится и да я ее проходил я ее проходил а кто ее не проходил ты ее проходил? я не проходил я дошел до уровня со змейками там потом вот следующий какой-то уровень вот я со змейками очень долго долбался не мог пройти мне друзья в школе подсказали что там портал как раз есть как в него попасть не вот я прошел его но что дальше я не помню вот там не прошел уже там какие-то реки что-то такое не помню вот так что батал тост я так и не прошел извините поэтому я играю в медленные медленные квесты пошаговые по катушке на древне тебе не хватает скорости мышление чтобы проходить такие быстрые игры мне не хватает скорости вчера я вчера от нечего делать посмотрел спиддан контр первый там по-моему 21 минута да ну где-то так да да хотя на самом деле по большому счету сложно как-то вообще оценивать этот спиддан потому что я точно так же проходил эту контр ты зажимаешь кнопку вперед излитка и зажимаешь кнопку огня и излитка нажимаешь кнопку прыжок все я на втором то уровне уже как бы которые с видом от жопы фактически вперед ты не побежишь сразу так вот я да то есть как бы там интересно но мне кстати больше нравилось всегда контр форс ммм это где реалистичность не в ней атмосферка забавная конечно но чисто только она и все а так я из нее единственное что помню этот белаз который тебя пытается задавить в самом начале да и то что можно было менять чуваков так и можно было дужи там разные было тоже прикольно но она медленная как звездец просто игра то да послушай там с двигателем какая-то проблема насколько я понял потому что она мне точно так же тупила на компе с двигателем ебать вот там что-то на самом деле с движком намодлили но я говорю игра просто медленная сама себе рукожопая парни программировали потому что у меня эти эпизоды где вот на дэнди тормозило точно так же тормозило на компе ну логично спасибо что признался что ты эмулируешь как бы на компе нелегально игры да угу назови мне еще способы поиграть в игры от дэнди купить дэнди то есть ты мне только что предложил купить в принципе пиратскую приставку да она не является пиратской они купили лицензии у них на производство распространения в каком году в году наверное в 97 может поздновато так конечно но это когда они уже на спад у них продажи шли так то они конечно тупо вдрали эту фамиком да и все и не парились в принципе они и сейчас это по-моему делают но просто у них на это есть разрешение да вот сейчас начнутся те самые увлекательные покатушки на лифте да ну там какой-то батискаф непонятный в жопу на лифте в жопу этот мне просто в жопу это как в джеймл чливом бубе fuck this бля бля сука сука бля бля сука сука бля 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 сука сука бля и там они четвертую стену хорошо полом кто пойдет на это говно ммм они сделали парочку услуг своим приятелям те сделаю парочку сука бля и те чтобы оплатить им снялись вы к дерьмом не надо я не приводил шлюк сегодня на ха-ха-ха 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 киноголма.ком лучше бы мне в вутлю не в кашу настрели бэнг moviepupshot.com кстати мне больше понравился догма все таки фильм догма отличный фильм просто да чем джеймл чливый боб там просто трэша и угара гораздо больше ты видел этот ролик когда в девяносто девятом году на премьере догмы Какие-то религиозные протестующие собрались У них репортеры берут интервью И там стоит Кевин Смит тоже с табличкой И они его не узнали, короче И начинают его на полном серьезе спрашивать А он такого дурачка строит А вы знаете, что ты делаешь? Не, не знаю, какой-то фильм хотят запретить Он на религиозные темы, надо его запретить Он плохой фильм А вы его видели? Не, не, не видел Вообще не знаю, что за фильм Первый раз слышал Но я думаю, что он плохой Надо запретить, да Просто тролли вообще Дружище Христос Да-да, Боди Крайст Мне нравилась эта статуя такая Эй Вот, я посмотрел эти выступления Какого-то забыл опять Который играл Кардинала? Карлин? Да-да, Карлина Ну блин, там что-то иногда в некоторых местах Слишком по-злому Совсем уж Ну он такой любитель белых был Вот это обосрать Я думаю Я здесь смонтировал И вот все что-то Да, я немножко отрезал Я думаю, это На самом деле Может послушать как-нибудь подкасты Кевина Смита Он тут каждый Чуть ли не каждую неделю Там, насколько я помню Упарывается И приглашает всяких чуваков Типа Сета Рогина и прочих Так, а он не хочет ничего снять Да, у него там что-то Три или четыре проекта Одновременно Но такое ощущение, что он долбанет косяк И как бы на этом его творческая деятельность останавливается Какой-то фильм он снял Про чувака, который надевал на себя кожу тюленя По-моему Что-то такое Потому что, я так понимаю Все более-менее такое Масштабное у него закончилось После Зака Милли Снимает порно Ну, на самом деле Вот когда я смотрел Этот Красный Штат Или Красное Государство Это, блядь Это такое дерьмо Пидец Я вахнул Особенно концовка Которая такое ощущение, что вот-вот догма будет сейчас Просто какие-то раздаются небесные, короче, трубы там А потом только сидит этот Джон Гудман И ему его начальство объясняет Ну, это просто там ребятишки что-то развлекались Звук в трубу там Пустили какой-то железный И чё? Да ничего, короче Все дела закрыли Всех завалили Пошел нахуй Окей Завязывать ему нужно Да, с травой С травой Не, на самом деле Нужно просто более хорошего Поставщика найти Тогда будет интересней Читал, кстати Нас тут собирают Не подписи, а чё-то По поводу установки памятника этому Кому? Джан? Горшеневу Кому? Горшку искал, решу Зачем? Не знаю Просто на форуме увидел Памятник, потому что он умер, да? Спасибо Король и шут Спасибо, что мертвый Да, мне насрать на группу Король и шут Ну да Можете отписываться Те полтора Полтора человека Да не, на самом деле Менская идея Ужасная Я надеюсь Уж лучше Биг Бен Биг Бен Смол пеннис Зато чисто Вот Ну это моё мнение Ну если туда Понабегут говнори Конечно Так вот, я тебе о чём и говорю То есть Читал там комментарии Бежит, вот у меня Друг там фанатеет Этой группы Там, ну он Даже Да мне насрать Да Во-первых, да На стать А во-вторых Он стоп Слуга Трезвенник Там, ещё что-то Блять Ну на этого Трезвенника Будет Пятьдесят Говнорей Бухарей Которые будут Приходить На что ты нас оставил Говнорей поганых Да Да, как вы поняли Мы тут не пропагандируем Пьянство Да, потому что Это мезость И вообще Да, и мы не ужирались На концерте Супримеси Не было Кстати, там было Я вчера концерт Посмотрел 2011 года На ютубике Валяется Где они играли На каком-то Геймерском Съезде Ну Ассемблия Или что-то Ну, 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 ну Вот Короче, это Новый альбом у них лучше Последний точнее Ну, конечно, да Они ростут потихоньку На собой Это, слушай Сколько ты банок Сколько ты По итогу выпил Блин Я сбился на 33 По-моему Ну, много, да Много Когда было За двое Ну, ладно За 17 литров За двое суток По-моему Всё равно Как-то Нормально Да, неплохо Получилось Почему ты ещё жив Вообще На самом деле Я не могу понять Я вовремя Остановился Когда? Когда тебе доктора Сказали Больной, пожалуйста Уберите из капельницы Пива Нет, когда я Последний раз Последний раз У меня было похмелье 2 марта 2012 года С тех пор Я ни грамма Алкоголя Не употребил Видимо Это похмелье Тебе явился Ангел И сказал Что тебе пиздец Если ты ещё раз Выпиш Ну, я решил Что хватит Не, я тоже С конца марта Не пью Прошлого года Уберите из капельницы Если не затянуть Будет недостаточно давления Через полчаса езды На дрезине Вот когда мне нужно будет Ребёнка освобождать И я очень расстроюсь То есть ты ещё возвращаться будешь Да, на этот момент Я вырезаю Правильно А, так я собственно И наблюдал Тот неудачный момент Какой? Ну, когда ты это всё делал Ты много неудачных моментов Наблюдал После того, как ты ушёл Я ещё час ковырялся А сколько нам наблюдать этого? Я не помню Я же неделю назад Это вырезал Ну, это так Пара звуков Тебе не стыдно? Это же агитация Тут ещё долго вспоминал Как эти вентили Какой повернуть А где из них седьмой, да? Да, где из них седьмой Потому что вот эта хрень Между последними двумя Оказывается, тоже вентили Пам-пам-пам Здесь ещё никакой музыки нет Практически Вот здесь нет, да Но в вулкане едешь Просто музыки в принципе нет То есть, если там была какая-то Музло на побережье Там помнишь, ты когда Атмосферненькая, бла-бла-бла В том же храме Там с роботом Какое-никакое музло было Уже в крепости В этом форте Боярде Когда мочили этого чувака Там, ну, только на чуваке Вот была мелодия, да? Всё, это уже так Тишина пошла Переместились сюда Тут издатель Создателям игры Вообще, в конец надоело То, чем они занимаются Бюджет композитору Урезать Тут походу всем урезали бюджет Пам-пам-пам-пам-пам И ведь раньше эти игры купались Я не могу понять, что происходит Ты читаешься, Илюшин? Не исключено Блядь, я не буду вот на... Очевидно Я просто курсор потерял Из виду, честно говоря Он так слился с окружением Я говорю, сейчас, что я думаю Если такой квест выпустить Он несколько не окупится, да? Не, ну, если его просто переиздать Ты почему? Вообще не запарился Чисто в Steam выкинуть, знаешь А в Steam сейчас такое говно кидают Да, блядь, если там Рэмбо Да видеогейм есть Как бы, что об этом вообще говорить? Ну да Блядь, уж обращай Качество просто, блядь Гейб хочет денег Гейб хочет денег А сколько нужно Гейбу заплатить Чтобы выложить в Steam свой проект? Я не знаю Я думаю, что там просто процент от продаж Какой-то надо Просто такой, Сиера тупо выкидывает Все свои древние квесты Каких-нибудь будет там олдфагов? Сиера много своих квестов Выкинула на Good Old Games За деньги? Конечно А, ну тогда все Проблема решена Ну там те же Спейс-квесты Все можно купить По-моему Что-то за 5 баксов Или там скидки Бывают 2 бакса В итоге Можно пословить Дорого? Ну, для Space Quest Это для первых частей Дороговато, да Потому что это Такое уж извращение Не понимаю Понятия не имею Точнее о чем ты говоришь Никогда не видел Потому что квесты Еще раз повторюсь Это не очень хороший жанр Ну, у нас еще есть много времени Чтобы много-много-много Тоскливых ласплейников Записать Я говорю на что-нибудь более мейнстримовое Например Сибирь Например Гей-порно Ты уже сказал Я уже уловил Как бы, да Мысль Спасибо Например Сибирь Ебать Мейнстрим Просто какой там 2001 год А, или Не-не-не-не Знаешь, какую надо После Сибири Парадайстом Оооо Гавниче 2005 Да-да-да Блядь Это полная пиздец Я даже начинал Не играть Можем русские игры Виви, секты Например Русские игры, я думаю, приличные Я тебе как-нибудь покажу А то ты не веришь в их существование Казаки А, это нет Нет, казаки Это те, у кого мы забрали Крым Точнее, вернули Александр Держи себя в руках Вот Ну, нормальная игра Как бы Я не спорю Русские приличные игры Какие? Ты видишь, я вырезал момент На самом деле Тебе не видно Но я обратно возвращался Над резине Отключал клапана Поворачивал Возвращался Поднимался наверх Поворачивал вентили И приехал сюда еще раз Это все было вырезано Правильно Ага Нет, зачем То есть ты, грубо говоря Показал неправильный вариант с вентилями Не показал Я показал правильный Неправильный отрезан Вот так-то Ты имеешь ребенка, кто там написал? Я пропустил, что я там написал Холик, рэп и хяп и бэби Ну, не имею А он у меня есть Во владении Ну, ну, я говорю, имеешь Обладаю Почему у тебя слово имеешь Вызывает Хотя обладаешь Тоже не очень хорошо звучит Нормально звучит Я Возобладаю Над тобой Не Это, к слову, гей-порно, да? Да, начинаем тренироваться уже Как бы это Ну, в смысле, вербально Можем записать еще какое-нибудь великолепное Гитарное произведение Дабы добавить тебе просмотров Слушай, давай какие-нибудь фильмы Там выходят в сумерке, например Дивергент Вот сейчас Голодные игры А, дивергент Это что? Это какой-то отброс от голодных игр Насколько я понял Такая, ну, в той же теме В ту же степь Можно, не знаю, там Обзор Для телочек 50-50 оттенков серого Там финиш Скоро будет, да? Что еще? Нет, просто мне У меня самомыслие Я как бы книжку не читал Но я так понимаю Это порнуха Откровенная Да Вот То есть Сейчас у нас На широкие экраны То есть Не просто там Как-то На DVD-дисках А на широкие экраны По большому счету Экронизация форма То есть Когда Ларс фон Триер Выпускает Нимфоманку Тебя как бы Ничего не смущает Кстати, дерьмо Да, дерьмо Потому что Ларс фон Триер Вот То есть Я не понимаю Почему этого режиссера Так котируют Может быть Я слишком молод еще И непонятлив Ты еще Не 45-летний Депрессивный говноед Вот Потому что Я посмотрел Эту Нимфоманку Ну, как посмотрел Запустил 20 минут И потом Сугубо Это же Аллюзии Метафоры Метафоры Да Белок Я сниму свой член Аллюзийный Что? Мой член Аллюзий То есть Вот Наговарю 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 Что-нибудь В микрофон И Выкину это В сеть И назову это Не знаю Елда Вечности Блин Вот Нет, нет Столб Нужно что-нибудь Такое Не говоря Что-то На картинке Было видно Что это Елда Как Байна То есть И Пусть Блин Это считают Артхаус Постмодернизм Я просто Помню еще Эти воспоминания Точнее Воспоминания Свои впечатления От зеленого слоника Зеленый слоник Был восхитителен Это вещь в себе Просто Абсолютно Бриллиант Можно сказать Среди говна Вот Среди большой кучи Говна Следует Уточнить То есть И Ну не знаю Мне нравится Что В зеленом слонике Никто не заморачивался Вообще Такими вопросами Как Кинематография Операторская работа Освещение Звукорежиссура Мораль Ответственность За то Что ты Режиссу Мне нравится Что это Просто Такой Бенефис Этого Пахома И Как бишь его Епифанс Епифанс Да Этот Кстати Посмотрел я Трейлер Второго Города Грехов И Ну Ну Трейлер Я видел Тизер Нет По-моему Трейлер Уже был Двух Или Минутный Скольки Значит Я не видел Я видел Трейлер Три Тизер Там Засветились В нем Брюс Виллис Откуда-то Брюс Виллис Так это Приквел Да Тон Спойлер Еще до выхода фильма Там Джош Бролин Играет Марва Насколько я понял Там Там по-моему Бегал этот Микки Рурк Так вот Там сначала Микки Рурк Потом Джош Бролин Или наоборот Сначала Джош Бролин Потом Ну то есть Тарантино Ставил опять Три истории В разных сторон Хер знает По времени Ну главное Что Джош Бролин Это хорошо Пускай он уже В таком дерьме Как Олдбой Снимается Да Бролин Это хорошо В чем сам Его выдающийся ролик Агент Кей Да Он просто ебало Кирпичом Строит Гениально Я считаю Лучше него И такое лицо Может играть Только делать Шварценеггер Эй Салли Ты смешной Я бью тебя Последним Ну Современно Салли Помнишь Я говорил Что убью тебя Последним И я Соблю А где Салли Что с ним Случилось Я отпустил его Я уже Много раз С ним говорил Но еще раз Не устал Повторять Что самая Моя любимая Шутка В команде Это когда он В самолете Замочил своего Сопровождающего Накрыл его Шапкой И пальто И стюардессе Такой Пожалуйста Не будите Моего друга До приземления Он смертельно Устал А сам такой Просипед Ого Смертельно Устал Помнишь Это что Такой Можно назвать Жанр Шварценеггеровские Шутки Да Где В три слова Можно уместить Стик Агент Выпусти Пар Пэннет Незатейливый Такой Юморок Там Как там Юморок Пар Помнишь в этом Пхищнике Ты просто Супер Был Поверь Поверь Не шутка Типа его Скажем так Взаимодействие С человеком С парнем То есть он Принял Научился От него Чему-то Но про я вернусь Да Это было смешно Ну а как же Этот В первом Терминаторе Гениальная фраза Выбрать ответы Та-та-та-та-та-та Фак ю асхоль Фак ю асхоль Кстати говоря В первом Терминаторе Он Да и во втором Еще По-моему Это последняя Роль Где он снимается Без футболки Нет Хищник же Хищник Разве После второго Терминатора Вышел Нет А он разве был Вообще без футболки Во втором Терминаторе Во втором Да Был по-моему Когда появился Ты что-то путаешь По-моему Считали Когда Сталлоне Перестал Без футболки Сниматься Что в четвертом Рэмбо Он ни разу Не снял футболку Ну это понятно Потому что Все отфисшие уже Вот у Арнольда Я не помню Когда посадил В правдивый лжи Он уже точно не снял Давай не будем обсуждать Когда у кого что обвисло Вот А Гриф В правдивый лжи Точно уже Не снимал ничего Но он даже По-моему В последнем Герое боевика Уже это Вот Не парился особо Он может показывать Ничего Господи Сисюльки Австрийский Смотри Ты мерзкий Что Ты видел кстати Фотку У этого Арнольда В детстве Не Перекаченный Нацистский мальчик Нет наоборот У него комплекция Где-то как у У пикселя Я видел Не реально Вот такой комплекции Надо предложить пикселю Стероиды Чтобы Только чуть повыше Немножко ростом Ну Ростом где-то Скильбаса Нормально Бля Гоп-компания такая Вот Надо Слушай Надо их как-нибудь Поймать И заставить Стероидов Нажераться А слушай Я вчера По-моему Увидел Перекаченного Такого Чувака Видно Что Там Не только Исключительно Белок И нагрузка Не А у легких Как раз Такие кореша Там все Которые в этих Качалках Ходят Жрут Всякое Говно Такими Банками Блядь У самих Банки Блядь Пиздец Голову Наверно Почесать Не могут Самостоятельно Пиздец Страшное Зрелище Самое страшное Что можно Блядь Потянуть Се Так Чего Ни Что Потом Блядь Инвалидом Да Не то Что Потянуть Если Еще Ладно Занимаешься Как бы Хер С ним Но Когда Начинаешь Жрать Всякое Говно Там Организм Приходит Не очень Приятно Организм И Мои Вчерашние Суфле В Пельмешку С сухариками Квасом Блядь Спортивное питание Пиздец Просто Это Очень полезный Ужин Сейчас мы задействуем Наш Пенис Почему У тебя Везде Где что-то Удлиняется Ассоциация С пенисом Почему Ты все время Подъемливаешь Меня Насчет Чернокожи Вообще Не понимаю Плицы Поработает На херни Я тоже Не понял Честно Почему Она так Колбасит Но Эта Хрень Мне еще Знаешь Че Напомнило Вспомнить Все Ну Да Подъехал В гости Кстати На Пересмотреть Йоп Нормальный Вспомнить Все А не Это Унылое Дерьмо С Швальцнеггером Как Тонко Было Представь Сейчас Картинку Повара Расиста Который Знаешь Так Неплохо Неплохо Замечательнейшую Классику С Колином Фарреллом Это Великолепие Показать Чем Сейчас Доберилось Сейчас У тебя Боком Какая-то Деревяшка Ты Не Врубаешься Ты Что-то Собираешь Блестяще Собираем Оружие Биг Факинг Гон Почему Почему В Таких Витрах Как Квейк Нельзя Было Самому Собирать Пушки Пиздец Недоработка Представляешь Остановился Такой Устроился Маленький Станочек Короче Начал на нем Работать Ну и что В этом В Dead Space Можно так было Делать Dead Space Потому что Уебанство Они во второй части Или в третьей Запихали Микротранзакции С реальными Деньгами В третьей Пиздец Это надо Додуматься Так уничтожить Атмосферу Это только Ей так может Да Зато Первая часть Была Я бы Сказал Отличной Ну Я так чувствую Что знаешь Через 10 лет Мы уже Про третью часть Будем говорить Что она Отличная Была С учетом Тенденций Игровой Индустрии А кстати Я сколько Не смотрю В стиме Ничего нового Интересного Не выходит Вообще Так в принципе Ну я как бы так Ты не фанат Вот этих вот Направлений А-ля GTA Там Assassin's Creed Call of Duty Battlefield То что Самые-то Продаваемые игры Я как бы Считал Дерьмом Все это дело Так и считаю По итогу У тебя получился Бластер неплохой Я залил туда Хрень Это Я конечно Не скажу Звук включения Чисто напоминает Эти Такие Плазменные Серьезные Орудия Как в Doom Вспомнился Это только Правда Фильм Понимаешь Сколько у тебя По магазину А у меня Всего один Раз Пойдусь Я не смотрел Doom Я только концовку Смотрел Последние пять минут Так эта концовка Есть перед Пизделом После момента От первого лица А вот я собственно Только вот этот момент Посмотрел и все Я решил Что мне достаточно Не Прикольный фильм Ну такой Трэшовый Конечно Пиздец Так блин Игра тоже Я вот кстати Так и не понял Вот этих Срачей Сейчас моего Прихода Отправим Обратно В Тережку Я так и не понял Срачей этих По поводу Doom Дерьмо Фильм Потому что Неканонично Да всем Насрать вообще Да я не скажу Что там игра Была просто Феноменальный Гениальный сюжет В который Да Силы сатаны Можно было Отступить От этого сюжета И прослать Всю атмосферу По моему Как будто Большой пиздец Так он и остался Смотри как Мы его Обработали Это уже Конец Да Прикинь Тихо И сапаем Мы подошли К концу игры Да когда Хоть не из-за Привидений Гауст Бастерс Рип Питер Рэмис Это кто Кто Чувак Который был Один из Гауст Бастерсов И режиссер Кучи Отличных Комедий В том числе Эээ Ладно Каково из этих В том числе Дня сурка Блять Так Кого он играл Он играл Очкарика Этого Энгман Или как там Да как то так Я не помню Но понял Он играл не негра И не Белла Мюрре Ну Тут как бы да Уже выбор Круг сузился Там еще есть Пухлый Это чувак Который играл В эволюции Не пухлый чувак Из эволюции Кстати эволюции Гарант Гарант Рэмис Простите Вот Мне эволюция Кстати нравилась Эволюция Отличный фильм Тоже трэшовый Но ржачный Конечно Во первых Приятно было увидеть Духовную После секретных Материалов Где бы то ни было Так да Кстати говоря Почему он так пропал то Он же отличный актер Он в калифорникейши Снимался постоянно Вот То есть у него Блин задатки то актера Были Нормальные же Ну я так понимаю Что его сериальная Как бы деятельность Устраивает вполне Ну хотя да Я думаю профит Он с этого имеет Да и сложно наверное Из этого амплуа Выйти знаешь Агента фбр Невротика Паранойка Что уж там Ну его паранойя В рамках сериала Была весьма оправдана Ну да Потому что Все таки Сестру похитили Инопланетяне Тан 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 Да Спойлеры И я так До сих пор Не понял Собственно Эмалдора тоже похитили Если человек только Правительство Я помню да Потом его похищали Но его похищали Для того чтобы Видимо у него там Какая-то пилюска Долго не хотел Сниматься в секретных Материалах Не знаю Его рожа Периодически мелькала В серии Я так и представляю Как он пришел На съемочную площадку Посадили его В такую пытошную Так его там Отсняли быстренько Ну как обычно У нас персонажей Смотри как я издеваюсь Катяный чувак Потому что это Слушай кстати в этом В Дизону Где была такая миссия Я помню Там когда ты Ты что-то рассказал Ты такой Все больше не надо Я до конца довел Я хочу сейчас Все это выбить Ачивку Никого не убить Никуда не пройти Никого не убить Но для того чтобы Никого не убить Для того чтобы Ее выбить Нужно с самого начала Начать и проходить Знаешь Такому ачивка Дрочеру как ты Я рекомендую Установить себе Все таки Дестанли и Парабл Там есть замечательные Ачивки Например Импособл Написано что Эту ачивку Невозможно добыть Хорошая стимуляция Для идиотов Есть там еще Например Преданный игрок Или что-то такое Там Играйте в игру Весь вторник Я чувствую Не уверен Где мои чертежи? Где мои чертежи? Такой засранец Дал ему ребенка Ему насрать Где мои чертежи? И съебал Пожалуйста Не за что Чувак Я с удовольствием В следующий раз Пройду через Инопланетные измерения И спасу Портал пропал Я такой Бомбу запустил Блядь Ну все The end Спецэффекты И тут Посмотрев на этот взрыв Я решил Что пересмотрю Сегодня день независимости Для начала А потом Скорее всего Умру От скуки 2012 Господи Че приличных фильмов нет? Например Да любые Блин Фильмы Смотри Новые Я не знаю Например Новые Хорошие Фильмы Какие? Ну блин А то думать Надо же Спасибо за Я не могла Смерть Смерть Без твоей помощи Я буду Более осторожен В будущем Да уж Пожалуйста Кстати Поликольно Это же доктор С немецкой фамилией У которого На камине Стои семи свечи Подозрительно Пожалуйста Не скажи Никому Они думали Что такое Семи свечи Да я уже Понял Твои намеки Может там Еврей Еще в пище Горит Че не такое Предположишь Не знаю Но я не Не знаю Какая Это Я Я Оскраняю Мое Смерть И Что Иисус Взял Иисуса Да он Стырил Какого-то Еврейского Еврейскую Девочку Блин Нацистский Ублюдок Проводил Над ней Эксперименты Негр Пытался Спасти Ее Кстати Вполне Возможно А мы Тут Блядь Мы Помогли Нацистскому Преступнику Смотри Что с Негром творится немного комичной ситуации от сьеры а почему пробки нету потому что вот и все ребятам тут даже был исполнительный продюсер тут много народу работал на крейк александр боли вен был лизер бахтфоу чон бок юн бок фрекин бок шон ну не ну что что можешь сказать по поводу игры говно серьезно говно для своего времени серьезно говно я просто не понимаю жанра квестов и я это объяснил в первой части нашего обзора ты не объяснил ты ударился в 10-минутную истерику я думаю что стоит тебя обработать знаете самое офигенное мы говорили что нету музыки музыка дерьмо мы это не музыка дерьмо мы не говорили музыка нормально вот она причем довольно таки неплохая музыка хорошая игра в принципе неплохая не затянутые моменты всегда какашка которая вот валяется под окном сейчас когда все оставил ой бугурт ты просто завидуешь мне потому что я прошел блин сейчас подожди давай я прошел файнал фэнтези 7 8 9 10 сейчас пройду твоя жизнь не имеет смысла ну принеси сюда файнал фэнтези 7 8 9 10 будем смотреть как ты прошел нет нет не надо на самом деле не делает эти убью я сам убью тебя для выкинул вы его выйду в окно сразу же вниз головы так да ну нахер и не играть для должна приносить удовольствие и она принесла масса удовольствия особенно смотреть на твои реакции блины могут же нормальному вот смотри опять же музыка хорошая тем более если там 96 годом том же самый резиденте да говно музыка была практически визитом только эта эпичная вставочка во всех резидентах была музыка вот здесь неплохая музыка создает атмосферу настроения то есть когда тебя запихали в вулкан и музыки нету тебе создали настроение дерьма что ли осознанно ага ты еще не понял этим же 150 раз объясняю что я забрасывал игру всегда на этом моменте это самый дерьмовый момент игры так вот нахера а если была музычка конечно хотя бы легче я думаю что было бы легче если бы они тут часть тупо не делали с вулкан ну тогда бы не было логики не они бы сделали очень другое блять более или менее ну блять лабиринт бы хотя бы ликвидировали элемент лабиринта потому что вот это пиздец просто это не сделали это просто потому что вместе так было не это не сделали чтобы затянуть геймплей но это тоже хотя судя по рецензиям того времени некоторые игроки даже не догадались как блять наружу выйти из дома зонтик как собой взяли сам начали игры но но без зонтика нельзя выйти я не знаю я всегда брал зонтик и таких тупорей никогда не видел